Добрый день, уважаемые друзья! Я, как водится в таких случаях, начну с поздравлений. Поздравляю вас с юбилеем, со столетием. За эти сто лет ВГИК стал, безусловно, очень значимой частью нашего культурного ландшафта. Такое впечатление, что здесь ВГИК прошли все наиболее знаковые, любимые поколениями наших граждан – режиссёры, актёры, сценаристы, аниматоры, операторы, в общем, все специалисты. И что тоже немаловажно, это то, что наши, ваши специалисты работают как у нас в стране, так и за рубежом. Вы обучаете студентов из-за рубежа, и это всё, с учётом качества образования ВГИКа, всё является такой серьёзной, как сейчас модно говорить, мягкой силой российской. Я поздравляю вас с этим юбилеем, хочу вам пожелать дальнейших творческих успехов и в подготовке кадров, и в том, чтобы были вашими руками, вашим сердцем и вашим талантом и талантом ваших воспитанников создавались новые шедевры, которые радовали бы не только зрителей в нашей стране, но и во всём мире. Потому что я вот начал с того, что ВГИК стал существенной частью нашего культурного ландшафта, но имея в виду значение ВГИКа для нашей культуры, безусловно, это вклад и в мировую культуру, и не только в кинематографию, но и в культуру в самом широком смысле этого слова. Поздравляю вас и желаю всего самого доброго. Владимир Сергеевич, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте от всех нас поблагодарить вас, что нашли время в вашем плотном графике. Мы по телевидению видим, только что вы из далёкой страны, и, конечно, мы понимаем, что очень большая у вас нагрузка. Спасибо огромное. Для нас это важно, для нас это стимул. Спасибо, что вы объявили благодарность за многолетнюю деятельность ВГИКа. И если кто-то сомневался в качестве нашей работы, президенты могут уже не сомневаться после благодарности президента. Ну и обычно юбилеи, как отмечают, торжественное заседание и потом неофициальная часть банкета. А мы пошли по другому пути. После того, как вы подписали указ о подготовке к столетию, был составлен план. И мы почти два года по городам и весим с гастролями, спектаклями, кинопоказами, мастер-классами и в России, и в странах СНГ, и даже немножко в дальнем зарубежье. И, конечно, в общем, мы просто показывали, что наше образование творческое не покрылось паутиной за сто лет, что мы современно, мы стоим на том, что соблюдаем традиции национальные, но в то же время не отстаём в инновациях. Это очень важно. Кино, кинематограф развивается, технологии пришли новые. И мы, конечно, должны на современном уровне обучать студентов. И обычно под юбилей, когда встречается коллектив с руководством, обычно используют это для того, чтобы поправить свои дела, что-то попросить. Мы в этом плане в трудном совершенно положении. Знаете, по большому счёту просить нечего, Владимир Владимирович. Вот технологически переоснастились. Я пошёл? Нет, нет, Владимир Владимирович, это приюди. Ну, просто. Вот при вашей поддержке, в вашей личной реализации, построен новый учебный корпус. В два раза больше площадей. Техническими переоснастились так, что учебная студия может конкурировать с современными киностудиями, промышленными. У нас гранты президентские. Ну и что там говорить, немаловажно. По вашему же указу, в соответствии с дорожной картой, 200% московской зарплаты, всё-таки педагог, мы держим этот уровень. Это всё-таки сумма неплохая. Да, мы постоянно, постоянно... Можете спросить у мастеров, а то, знаете, наговорю что-нибудь, они скажут, первый раз удивятся даже. Но, тем не менее, конечно, кто не работает, тот не имеет проблем. И, безусловно, текущие проблемы всегда есть. Но мы решаем эти проблемы с министерством. И, думаю, и дальше будем решать. Поэтому, ну, может, хотелось на каких-то моментах остановиться. Вот, когда мы встречаемся, только что прошёл мировой конгресс киновузов мира, приехали к нам из 106 киновузов от Соединённых Штатах Америки, Франции до Буркино-Фасо, оказывается, и там есть кино. И, знаете, нам не стыдно. Они проводили этот конгресс здесь и общались с педагогами, со студентами. Ну, не уступаем. И подходили. Ну, что интересно. Вот часто сейчас качество работы вуза по рейтингам оценивают. И топ-100, топ-500. Ни один творческий вуз, ни консерватория московская, мировой авторитет, консерватория московская, петербургская, академия балета наша, ГИТИС, ну, и ГИК тоже. А в рейтинг мы не можем входить, потому что показатели абсолютно другие. Абсолютно. Не как МГУ и Бауманка, там у них одни. Может быть, нам... Я говорил с коллегами на Конгрессе, может нам проявить инициативу разработать для творческих вузов рейтинг и распространить уже мировое... Они, в общем, эту идею поддерживают. А ведь, если так разобраться, вот то, что даже я перечислил в вузы, вы знаете, ну, в мире к ним почти как к Эрмитажу, к Третьяковке относятся. Это такой авторитет, это национальная гордость России. Вот. Поэтому, может быть... Ну, и что ещё иногда мешает в работе? Очень уж заорганизованность большая, ну, опека со стороны Министерства высшего образования, науки. Ну, каждый шаг, да, стандарты почти ежегодно меняются. Там, два-три года назад номер два стандарт, потом два плюс, потом три, три плюс, сейчас три-два плюса. И всё время же это надо готовить кипу бумаг. И... А на самом деле мы готовим, мы должны аккредитовываться, мы должны государственные вузы соблюдать должны это. Но вот мастера сидят, всё равно они по-своему учат, на основании своего опыта. И, знаете, я с большим уважением к Министерству образования высшего, но нет там у них педагогов со знанием балета, скрипки, режиссуры, театральной, кинорежиссуры. У вас есть такой указ, вот, и список утверждён, перечень федеральных вузов государственных, которые могут самостоятельно разрабатывать эти стандарты. И вот этот перечень, он начинается с МГУ и Бауманки, потом тут есть и военные, и вот я смотрю, в 2018 году даже МИИД железнодорожный тоже вы доверили самим стандартам. Если бы ведущими вузами дополнить, мне кажется, это было бы справедливо, и нам бы помогло больше уделять внимание не оформлению бумаг, а всё-таки, основываясь на традициях, развивать нашу педагогическую деятельность. Вот, пожалуй, такого плана моменты, которые бы хотелось, чтобы было решение. Ну и не могу не сказать, что действительно у нас в любой институт высшее учебное заведение, что гордость? Это профессорский преподавательский состав, это студенты. И то, и то у нас на высшем уровне. И, знаете, не сдержусь, скажу, как-то Александр Яковлевич Михайлов, наш руководитель мастерской, делал очередной набор на актёрский факультет. И сдавала девочка с такими из глубинки, где-то там из Сибири. И он спрашивал, спрашивал её, а потом уже говорит, ну ладно, изобрази дерево, ну берёзку изобрази. Она подняла руки, так, он подул ветер, она так покачалась, закачалась, он сильнее ветер, ещё сильнее, потом буря, она гнётся, он говорит, сломалась берёзка. Она говорит, мы россияне, нас не сломаешь. Девочка хорошо была принята и закончила. Вот, Владимир Владимирович, пока мы будем сохранять национальное творческое российское образование, национальную культуру, национальное искусство, нас не сломаешь. Спасибо. Ну, никто и не пытается, по-моему. Нет, ну есть, у нас были попытки внедрить двугодичную американскую школу, вы, мол, тут эти, дерево, уже прошлый век и так далее. Понятно. Значит, Владимир Сергеевич, что касается рейтингов, да, то, конечно, для, в творческих вузах, у творческих вузов есть своя специфика, причём она такая очевидная совершенно, и, конечно, можно подумать и нужно подумать. А вообще рейтинги – это же такая очень относительная вещь. Там рейтинги западных вузов, они там эндаументы включаются, объёмы учитываются и так далее. У нас по-другому всё устроено, поэтому, тем более для творческих вузов, конечно, это может. Здесь вот Владимир Сергеевич сидит, слышит напротив. Поэтому это непростая, на самом деле, будет история, но можно уступить инициаторами этого процесса. Первое. Второе, что касается взаимоотношений с Министерством высшего образования и наук, там нет, конечно, ни скрипачей, не балетных, но из чего исходили, когда принимали решение всё погружать в одно ведомство. Должны быть какие-то общие стандарты, связанные с образованием. Вот о чём. Есть и плюсы здесь, есть и минусы, они тоже очевидны. Что касается выработки своих собственных стандартов, почему нет, если есть список, ну, конечно, в этот список. Это список, чего, в указах, тем более. Вот я по этому вам обратился. Включим, договорились. Спасибо. Самое простое. Да, пожалуйста. Да, 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 конечно, давайте. Спасибо. Если что, действительно. Пожалуйста, друзья, если что-то есть, пожалуйста. Владимир Владимирович. В ГИК это Всесоюзное государственное институт кино, и поэтому я хотел бы сказать несколько слов о последних шагах, о проблемах и задачах, которые стоят перед нами по государственной поддержке киноутрасли. За последние годы, вы знаете, отечественный кинорынок резко вырос, и доля отечественного кино выросла практически в два раза, количество зрителей российского кино также выросло более чем в два раза. И перед нами стояла какая задача? Во-первых, обеспечить прозрачность этого рынка, чтобы мы все знали, сколько зрителей смотрит какой из фильмов. И, соответственно, чтобы деньги доходили до кинокомпании. Вы перед нами ставили такое поручение в 2012 году. Мы все сделали. У нас сейчас один из самых прозрачных кинорынков, и любой гражданин может прямо на экране своем телефона в режиме онлайн посмотреть, как катается фильм в кинотеатрах, с каким успехом любой фильм на территории Российской Федерации. Но я хотел бы дополнительно к этому сейчас показать всем участникам впервые, такая небольшая сенсация отраслевая, новую систему прозрачности, которой, наверное, нет нигде в мире. И я боюсь, что, может быть, даже не во всех отраслях есть что-то подобное. Мы запускаем с понедельника, Владимир Владимирович, полностью прозрачную систему всей государственной поддержки киноотрасли. То есть каждый гражданин России, каждый блогер, каждый журналист сможет постоянно видеть, какой фильм получил сколько денег от государства, на каких условиях, что за этим или кто за этим фильмом стоит, кто режиссеры, кто выгодоприобретатели, продюсеры. И как этот фильм откатался в результате сборы в России, сборы за рубежом, международные призы. То есть какая эффективность государственной поддержки. Мы полностью открываем все карты. Вот если можно, тут подготовили в ГИКовце короткий минутный ролик, а потом я его, с вашего позволения, прокомментирую. Включите, пожалуйста. В 2015 году с внедрением ЕАИС российский кинорынок стал одним из самых прозрачных в мире. Данные о кассовых сборах и количестве зрителей стали доступны любому пользователю интернета в режиме онлайн. Сегодня в стремлении к тотальной прозрачности индустрии создан сервис открытых данных о кинопроектах, получивших государственную поддержку на производство, как по линии Министерства культуры, так и Фонда кино. Объем выделенного государственного финансирования, компаний-получателей средств, бюджеты картин, планируемые даты выхода в прокат, данные о компаниях, получивших господдержку и так и не исполнивших свои обязательства, вплоть до информации об учредителях компаний. Все это доступно в удобном публичном онлайн-сервисе, размещенном на сайте ЕАИС. Любой зритель, журналист и участник индустрии может самостоятельно оценить уровень творческого и кассового успеха фильмов, созданных при государственной поддержке. Открытые данные – новый стандарт прозрачности в реализации государственной культурной политики. Владимир Сергеевич, дайте, пожалуйста, ваши слайды. Владимир Владимирович, посмотрите, значит, на третьем слайде, как это будет выглядеть сегодня. По каждому фильму, по каждому кинорежиссеру и продюсеру, который когда-либо получал госденьги. Все прозрачно. Критерии успеха какие? Не только кассовые сборы. Четвертый слайд. Мы покажем кассовые сборы. Вот пример «Движение вверх», международные сборы. «Снежная королева», например, мультфильм. Это самый успешный сегодня российский мультфильм за рубежом. Что хорошо, это критерий при получении дальнейшей господдержки. Далее, награды и призы. Вот я привел пример. Фильм «Аритмия». Его поддерживала Минкультура. Он не только собрал, в принципе, неплохие деньги в прокате, получил огромное количество призов. Или фильм «Довлатов». Такая же история успеха. Вот, говоря об «Оскаре», например. Следующий слайд, пятый. У нас в прошлом году сразу три фильма, которые шли при поддержке Министерства культуры, три сразу номинировались в лонглисте «Оскара» от трех разных государств. Один чисто наш фильм «Собибор», кстати, коммерчески успешный. Затем «Спитак». Фильм номинировался от Армении, хотя это производство «Россия» с небольшим армянским участием. Вот, кстати, режиссера я увидел справа этого фильма. Вот, Александр. Далее. И российско-казахстанский фильм «Айка». Он, кстати, получил еще и приз в Каннах. Далее мы смотрим дебюты. Вот это очень важно, Владимир Владимирович. Вы давали поручение, чтобы мы поддерживали дебютное кино. В ГИК молодцы. Создали студию студенческую студенческую в ГИК-дебют. И каждый год эта студия получает господдержку. При этом успехи фильмов идут буквально по нарастающей. От года к году. Последний фильм, который в ГИК выпустил, победил у нас на Кинотавре, успешно прокатался и получил, по-моему, еще главный приз в Карловых Варах. А это студенческое кино полнометражное. Смотрим дальше. Седьмая страница. Дебюты, которые в производстве. С датами, размерами господдержки и так далее. В том числе, кстати, два фильма в ГИКа тоже в ближайшее время выйдут. Довольно много у нас идет успешных мультфильмов. Восьмой слайд. И мультфильмы в производстве. Поскольку вы видели кафедру мультипликации. Вот есть отрицательные примеры мы здесь смотрим. Вот есть мультфильм Суворов, например. Получал поддержку. И Минкульта и Фонда кино не вышел до сих пор. Пришлось из-за этого менять руководство киностудии. И вот я плавно перехожу от неуспешных проектов к доске позора. Которая у нас будет в открытом доступе. Это фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо вообще ничего не сняли. Также будут здесь пофамильно указаны, кто к производству этих фильмов имеет какое отношение. Отдельные фамилии там очень звучные. Появятся с понедельника. Естественно, никто, кто в этом списке, никогда господдержки не получит до тех пор, пока не закончит свои отношения с государством и не вернёт деньги. И вот у меня тут обширная переписка с генпрокуратурой. Мы находимся в плотном контакте, потому что это те киножулики, которые дискредитируют отрасль и не дают эффективным продюсерам нормально работать. Вот эта уникальная абсолютно система в понедельник будет сделана. И что бы я хотел ещё сказать. Она дисциплинирует всех, в первую очередь, кстати, самих чиновников. Потому что чиновник должен будет объяснить общественности, почему он принимает то-либо иное решение. Самая лучшая защита от подковёрных договорённостей – это полная прозрачность процесса. А вот говоря о проблемах, которые у нас есть сегодня, я бы выделил только одну главную проблему, Владимир Владимирович. Я о ней говорю не в первый раз. На сегодняшний момент у нас 90% прибыли продюсеры получают и возврата средств от кинопроката. Но мы с вами понимаем, что кинопрокат не может расти бесконечно, хотя у нас строится, в том числе и при господдержке, новые кинотеатры. Число их растёт от года к году. Но, тем не менее, всё больше и больше кино уходит в интернет, на стриминговые платформы, создаются специальные кинокомпании в интернете, которые показывают высочайшим качеством кино. И это новый большой рынок. Этот рынок у нас никогда в стране не погибется, если мы решительно не поборем кинопиратство. Начиная с 2013 года, вы помните, неоднократно мы обращались и выдавали поручение разработать соответствующий законопроект. Он был разработан, тысячу раз модифицирован в Государственной Думе при лоббистских усилиях иных ведомств. Потом приняты были к нему поправки. И я и тогда вам говорил откровенно, и сейчас повторюсь, в нынешнем виде законопроект этот не работает. И работать он не будет, потому что он очень мягкий. Интернет-пиратство уничтожает полностью рынок. А что касается новых форм появления этих стриминговых платформ, они вообще у нас никогда не разовьются, если есть кинопираты. Никакой Netflix в России никогда не появится. Пиратство должно быть разрушено самыми жесткими государственными мерами. При этом мы прекрасно понимаем, что это не должны быть усилия, направленные против наших отечественных операторов. Ибо в первую очередь мы должны бороться с пиратством, защищая отечественное кино, бороться с теми пиратскими платформами, которые находятся за рубежом. И те поисковые системы зарубежные, которые дают ссылки на пиратский контент. Соответствующие предложения у нас есть, разработаны. Мы находимся в постоянной дискуссии с Минкомсвязью, но без жестких политических указаний, без политической воли, Владимир Владимирович, мы не можем в одиночку довести эту борьбу до конца. Нам очень нужна ваша поддержка. Вся отрасль стоит за нас. Вот я еще одно письмо всех лидеров киноотрасли, адресованных в администрацию президента. Со своей стороны, точно так же, как мы сделали прозрачную систему, полностью доступную всем показа фильмов в кинотеатрах, мы считаем и мы сделаем такую же систему показа фильмов в интернете. На всех легальных ресурсах. Каждый сможет посчитать, сколько раз его фильм где показали, какую копейку за авторские права он должен с этого получить. Пока с пиратством ничего это работать не будет. И в заключении хочется закончить на хорошей ноте, Владимир Владимирович. Спасибо огромное. Вы приняли решение о выделении дополнительно миллиарда рублей ежегодно Фонда кино на поддержку детского, подросткового и анимационного кино. Мы в этом году запускаем сейчас большой новый конкурс. Хотим, отталкиваясь от этого решения, создать действительно золотую коллекцию хорошего семейного, подросткового и детского кино. Все условия у нас для этого есть. Есть творцы, есть проекты, есть очень интересные. И это дает нам огромный импульс для работы. Плюс к этому мы получили ваше поручение вчера о создании государственной студии детского и юношеского кино. Можно сказать, что мы его уже выполнили. Неделю назад буквально поменялось руководство киностудии имени Горького. Мы вернем эту киностудию на рынок, создадим консорцию киностудии имени Горького совместно с «Союзмультфильмом». И поверьте, через пару лет мы будем этим проектом гордиться. Спасибо вам большое за поддержку. Еще есть определенные предложения по подготовке студентов в ГИК. Но я не хочу отнимать хлеба Владимира Сергеевича, он лучше их сам скажет. Что касается прозрачности рынка, давно надо было сделать просто. А по поводу пиратства, вы передали предложение. Все, надо. Будем работать. Там, конечно, сопротивляющихся много, но я с вами согласен, позиция абсолютно правильная. Карин Георгиевич. Здравствуйте. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья. Ну, во-первых, от себя лично, как выпускника в ГИК, и, наверное, от тех, кто здесь присутствует, педагогов и выпускников. Хочу поблагодарить Владимира Сергеевича Малышева за то, что ему удается поддерживать в ГИК, судьба которого нам, всем выпускникам, небезразлична, на, в общем, очень хорошем, мне кажется, уровне. Спасибо, Володя, тебе за это. Потому что в ГИК, конечно, в моей судьбе сыграл. И думаю, ну, я про себя говорю. В моей судьбе он сыграл принципиальную роль. В общем, всем, чем я в дальнейшем, как сложилась моя творческая жизнь, это, конечно, во многом благодаря тому, что тем знаниям, тому опыту, который я получил во ВГИКе. Вот. Но мне хотелось бы вот что еще добавить, что, конечно, в ГИК дает и может дать только основу, основу знаний, которые потом необходимо совершенствовать уже на большом производстве. Должен сказать, что в мое время, в советское время, я советский кинорежиссер, в этом смысле надо сказать, что условия были достаточно неплохие для нас. 30 полнометражных дебютов делала страна СССР каждый год. Учитывая, что выпускников было гораздо меньше, там, это было ВГИК, сценарные режиссерские курсы, киевская, по-моему, школа была, тбилисская. Ну, в целом, примерно и было порядка 40 там выпускников. Можно сказать, что практически каждый выпускник ВГИК, если у него была пятерка за диплом, пятерка, это было важно, он имел возможность сделать первую полуметражную картину и, таким образом, конечно, получить огромный опыт, производственный опыт, который, конечно, необходим для формирования вообще полноценного режиссера. На мой взгляд, современные, в общем, выпускники киношколы не имеют все-таки такой возможности. И в этом, мне кажется, проблема, и в этом наша проблема, потому что, на мой взгляд, одна из основных проблем российского кино – это, в общем, недостаточное производство картин. Порядка 100 картин в год мы делаем полнометражных для Российской Федерации, мне кажется, это очень мало. К примеру, французы там с населением 60 миллионов делают 400 полнометражных картин. Поэтому это, конечно, учитывая важность кино, мне кажется, это важная тема, но это отдельная тема, как вообще расширять производство картин. Но в любом случае, если его расширять, нужны грамотные кадры. Нужны грамотные кадры, а готовить в кино можно только, снимая кино. Поэтому определенные шаги в этом были сделаны. Было ваше поручение, и определенные шаги были сделаны, но мне кажется, что то, что было сделано, еще недостаточно. И плюс к этому возникли ряд проблем, которые необходимо преодолеть. Например, современные дебютанты должны платить залог в полтора миллиона рублей, что понятно, что для большинства молодых людей, в общем, это не очень-то подъемно. Потом государство покрывает 70% бюджета, 30% студент должен, дебютант должен искать сам, что тоже весьма сложно, учитывая, что, ну, понятно, у человека нет имени, у человека нет связей. У большинства, во всяком случае, значит, это вопросы сложные для молодых людей. Второй момент, конечно, нет никакой поддержки короткометражных картин, анимационных дебютов, документальных дебютов. Мне кажется, что все-таки в этом смысле было бы логично, если бы государство... Я вообще в большой сторонник, в большой степени, если сказать так, внедрения рынка, серьезных элементов рынка в наш кинематограф, потому что кинематограф, хочешь не хочешь, он должен в большой степени ориентироваться на, так сказать, на такую экономику рыночную. Но вот в отношении молодежи, мне кажется, надо все-таки точно и ясно гарантировать, ну, как минимум, там, 20 дебютов. Средства должны быть выделяться безвозвратные, полностью покрывающие, так сказать, бюджет. И понимать, что в этом случае, конечно, есть определенный риск, что, ну да, будет что-то получаться, что-то не получаться. Но надо понимать, что кино такое дело, что если там из 20 картин 5 получится хорошего уровня, это уже будет большое дело. Это значит, что мы получаем 5 режиссеров, уже способных снимать и в дальнейшем стать, так сказать, хорошими мастерами. Поэтому я бы предложил вот в этом смысле каким-то образом снять вот эти ограничения и предложить, в общем, систему, при котором молодые дебютанты могли бы получать средства безвозвратные и без всяких условий, там, вот полтора миллиона и полностью на картину. Не знаю, где это сделать, как это сделать, это уже вопрос, наверное, не моей компетенции, хотя мне кажется, что это должно быть в одних руках. В советское время было такое объединение «Дебют», которое занималось персонально молодыми режиссерами. И думаю, что в совете такого, где это будет происходить, обязательно должны быть, конечно, прежде всего представлены мастера ВГИКа, среди экспертов, которые определяют. Они лучше знают своих студентов, они лучше понимают, кто, кто как работает. И, конечно, их слово, мне кажется, должно быть принципиальным. Второй момент, который, значит, связан с этой темой, возможно, я уже не знаю, но если речь идет о каких-то средствах, хотя я думаю, что это не такие большие средства в масштабе государства. Сегодня, насколько я помню, там порядка 30 миллионов выделяется на 25. 25 – это тоже недостаточно, на самом деле. На самом деле надо понимать, какая ситуация, как говорится, на рынке, и, как говорится, мне кажется, надо выделять как минимум миллионов 35-40, для того, чтобы получить качественный продукт. Ну, ладно, это уже второй момент. Теперь вопрос о средствах, он примыкает. Мы в фонде кино рассматривали недавно вопрос, вы знаете, была программа по внедрению кинозалов в бывшие дома культуры. Государство выделяет порядка миллиарда рублей на оснащение, переоснащение этих кинозалов в отдаленных городках, в небольших поселках. Значит, около 900, насколько мне известно, около 900 таких уже переоснащено кинозалов. Но вот мы рассматривали этот вопрос и выяснилось, что с эффективностью, с тем, как они работают, серьезные проблемы. Это, конечно, связано прежде всего с тем, что большие кинопрокатные компании не хотят давать туда кино. Понятно, что там это где-нибудь в каком-нибудь городке, это нерентабельно, так сказать. То есть у них еще правило 50% отечественного кино. Ну что они делают? Они обращаются к нам на масс-фильм. Я каждый день подписываю по 40-50 писем, разрешающим показ старых советских фильмов. Дело, конечно, хорошее, но в принципе, в общем-то, нельзя на этом основывать какую-то политику постоянную. Нужен приток каких-то свежих картин и свежей крови, как говорится. Поэтому у нас в кинофонде на Совете возникла, так сказать, мысль создать какое-то подразделение, которое бы занималось прокатом непосредственно для этих вновь созданных кинотеатров, вернее, клубов. И каким-то образом попытаться, в общем, оживить эту деятельность. Но мы не знаем, насколько вообще, как это все будет действовать. Поэтому у нас было предложение пока на 2020 год приостановить дальнейшее оснащение. Там порядка миллиарда рублей. И, в общем, может быть, возможно, какую-то часть этих средств как раз потратить... Потому что есть опасность, что опять это мы потратим, государство потратит средства, и непонятно, как это все еще будет работать. И, может быть, как раз какую-то часть этих средств потратить на дебютантов, дать возможность дебютантам работать, так сказать, каким-то образом, увеличить количество дебютов. Может быть, это в какой-то степени компенсирует ту нехватку средств, которые есть. Но мне кажется, это необходимо делать. И последнее, о чём хотелось сказать, что я должен сказать, что наш министр высказал, на мой взгляд, достаточно революционные идеи. Ну, как говорится, на мой взгляд, весьма назревшие, потому что революции всё-таки случаются тогда, когда они назревают. Мне кажется, конечно, вопрос борьбы с пиратством – это вопрос актуальнейший, потому что сегодня всё больше кино уходит в интернет. Мы открыли, «Мосфильм» открыл на канале YouTube свой кинотеатр, у нас больше 300 миллионов просмотров в год. Это колоссальная цифра, причём огромное число просмотров из-за рубежа. Но, конечно, пираты являются просто бичом для нашего кинематографа. И, конечно, эта идея открытости и системы, когда можно будет наблюдать, как работает кинематограф, тоже, на мой взгляд, весьма актуальна. Поэтому, в общем, с моей стороны, это очень правильное направление, в котором следует работать. Спасибо. Спасибо большое. Первый вопрос к Владимиру Ростиславовичу. А вот сколько это стоит, снять ограничения с дебютантов? Там полтора миллиона или 30 процентов? У нас победитель дебютного конкурса получает 25 миллионов рублей. Это очень большие деньги. Когда в советские годы финансировали большее количество дебютов, действительно, но там суммы были совсем другие. Там цены были другие. Да. Совсем другие суммы были. А это, по сути, как коммерческое кино мы даем деньги. Проблема в другом. В этом году мы выставили на тендер 10 лотов. Сказали, что мы готовы поддержать 10 дебютов большими суммами по 25 миллионов. Знаете, какой конкурс был Владимирович? 17 заявок пришло. Комиссия, составленная из профессионалов, с трудом выбрала три фильма. С трудом из 17 заявок. Поэтому тут в данном случае мы готовы поддерживать. Главное, чтобы приходили качественные заявки. Так, если продерживать плохое кино ради количества, мы можем там по 2 миллиона рублей, по полтора раздать хоть на судьбу. Может быть, меньше этих качественных заявок, имея в виду, что у людей нет возможности обеспечить финансовое участие свое. Вот ведь о чём я сказал. А, вы имеете в виду? Я понял, да. По поводу залога, да. В данном случае ведь заявку подаёт не студент, не дебютант, заявку подаёт какая-то кинокомпания, юридическое лицо. А это юридическое лицо может просто не давать деньги молодому неизвестному? Ну, мы можем это правило рассмотреть. Ну, посмотрите. Да, мы рассмотрим это правило в сторону понижения в части дебютов. Да, Карел Георгиевич. Хорошо. Я знаю конкретный пример. Парень из Красноярска, выпускник Хатиненко мастерской, он не смог. У него талантливый очень сценарий, я его читал. Просто ему никто не дал эти полтора миллиона, он их не нашёл. И потом 30% нужно привлечь, помимо этих 70, молодому парню из глубинки, это просто нереально. Вот я поэтому спрашиваю у Владимира Росславовича, а сколько это стоит, 30% и залог, если добавить и сделать беззалоговое участие? Мы можем для дебютантов сделать символический залог, что касается 30%. Владимир Владимирович, ну, если говорить откровенно, то значительное количество фильмов снимается в рамках полностью тех денег, которые мы даём. А эти 30% иногда привлекаются, иногда не привлекаются. Они просто в бюджет изначально расписывают на большую сумму. Во-вторых, ну, ещё раз, это же большое кино, коллеги. Это большое кино, которое... 40 миллионов – это хороший коммерческий фильм. Поэтому мы можем сделать отдельные, Владимир Владимирович, правила для дебютантов с меньшими суммами, с более лёгкими условиями для входа. Ну, так надо сделать. Да, давайте, да. Хорошо. Сделайте. Спасибо. Что касается миллиарда на оснащение кинотеатров на периферии, можно, конечно, этот миллиард не тратить на эти цели, но и на другие вам не дадут, потому что существуют бюджетные правила, и просто они зависнут, эти деньги, и никуда не попадут. А если не будут истрачены, значит, в следующем году, а год заканчивается, просто будут возвращены в бюджет. Это первое. Второе. Вы сказали, что там есть проблемы с контентом, чего там катать. Но это другой вопрос. Это не значит, что эти кинотеатры не нужно оснащать на периферии. Если мы не будем оснащать, так там невозможно будет ничего катать. Понимаете, если мы прекратим работать с периферией, и у людей не будет возможности, там просто технической возможности ничего смотреть, это просто уйдёт из головы даже, об этом никто вспоминать не будет. А вот если мы будем оснащать технически, думать о том, о чем же там наполнять, то решение так или иначе всё будет приходить. Поэтому я бы не стал принимать бы этого решения. И если же деньги выделены, мне кажется, надо их использовать. Мы имели в виду, я имел в виду не то, что вообще нет, я имел в виду как бы приостановить, попробовать каким-то образом насытить, чтобы это всё работало. Потому что во многих случаях это просто сегодня не работает. Сегодня приостановите, а завтра вам дадут денег меньше на ту сумму, на которую вы приостановили. Точно-точно, нет, так и будет. Нет, вы смеетесь, на самом деле так будет. Я просто знаю, прохожу это в других отраслях, каждый день же этим занимаюсь. Они не освоили средства, значит, им столько не нужно. Вот в следующем году дадим, но дадим ещё меньше, чем они освоили. Посмотрим, что у них получится дальше. Поэтому я вообще стараюсь относиться очень рачительно к государственным средствам. Но всё-таки это такая сфера, понимаете. Мне кажется, надо всё-таки создавать технические возможности на перифирии, чтобы у людей была хотя бы техническая возможность смотреть что-то. Пожалуйста, Ваше. Значит, там, где управляющий кинотеатром подходит своему делу ответственно, касательно ли это частника, в идеале, может частная компания получить, либо нормальная чиновничая сеть, всё это работает прекрасно. Спросите любого губернатора. Они все стоят в очереди за этими проектами. А там, где относятся по-разгильдейски, с ними мы боремся, второй раз денег не даём, требуем улучшения и постоянно эту систему мониторим. Но мы вернули кинопоказ в те райцентры, откуда он навсегда ушёл в начале 90-х. У нас кинотеатры коммерческие остались только в городах-миллионниках. Понимаете? И люди кино Ваше не видят. Не видят совсем. Поэтому вот в Омской области я был недавно, там 29 кинотеатров в каждом районе, даже там, где в СССР не было. И это главный очаг культуры, куда теперь постоянно ходят люди. Мне кажется, это нельзя останавливать ни в коем случае. И не удастся из этого миллиарда взять и перебросить на другие цели. Это нужно входить в бюджет, это такая лакита. Это просто невозможно будет сделать. Просто технически невозможно будет сделать. Сейчас поправки бюджета уже приняты у нас, да? Или ещё будет? Это вообще внутри нацпроекта, поэтому, конечно, перебросить с одного на другое. Переброска очень сложно. Но это просто попытка найти дополнительные средства на производство только и всего. Как раз я об этом хотел сказать. Но поскольку Владимир Славович согласился с тем, что можно изменить правила, связанные с участием молодых специалистов в этих дебютах, то тогда основной побудительный мотив отпадает – не тратить денег. Да, конечно. Знаешь, что я хотел сказать? Тут такая получается история, что очень редко, когда выпускник, да, вот в этом году выпускник моей мастерской, Боря Акопов, благодаря усилиям дебюта у нас называется, в гиг-дебют компании, они его взяли, но они его знают, и они его запустили. А в других случаях молодые ребята попадают в руки разных продюсеров, для которых он… Поэтому Каран Георгиевич сказал такую вещь, что, может быть, это надо централизовать, чтобы педагоги, кто-то, значит, руководители студий решали этот вопрос. Потому что там возникает, под этим возникает, во-первых, полное завершение фильма, что тоже вопрос, потому что, по всей видимости, можно так сделать, что можно выбирать потом, что завершать полностью, потому что это тоже большие средства. И это даст возможность как-то проследить и помочь дебютанту. Ведь это же не он вкладывает эти полтора миллиона, а он уговорить продюсера не всегда может. Понятно. Поэтому, мне так кажется, что лучше согласиться с Каран Георгиевичем в том, что нужно эти полтора миллиона убрать, как необходимость участия в этом конкурсе. А создать такую комиссию, конечно, целесообразно, я с вами согласен, конечно. Да, разумеется, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Я не собиралась говорить ничего, но так затронула, как-то у меня струны душевные. Вот анимация. С одной стороны, все вроде за неё замечательно, хорошо, а вот авторское кино у нас просто в очень трудном положении получается, потому что авторское кино не имеет практически проката. Никто прокат, деньги не возвращаются. А получается так, что вот в авторское кино нужно заплатить эти 30%, спонсоров нет вообще, потому что, зная, что не будет проката, кто же тебе деньги-то даст? Деньги никто не даёт. Поэтому вынуждены вот за эти 70% делать кино. Это страшно трудно. Мне кажется, нужна какая-то поддержка авторскому кино. Всё-таки на эту тему надо поговорить. Спасибо. Ну, это отдельная такая тема. Министерство должно сделать предложение. София Владимировна, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут София Гивейлер. Я выпуск книгу ГИКа, выпустилась в 2013 году, документальная мастерская, и хотела бы говорить от лица молодых режиссёров-документалистов. Я закончила ГИК, и, наверное, хотела бы начать с того, от лица других выпускников, чему нас здесь учили. И хотела бы процитировать Козинцева. Это займёт буквально недолго, но, мне кажется, это даст понимание, зачем человек приходит во ГИК, и с каким посылом он выходит в мир, и какое кино он хочет снимать. Для чего? Для обогащения чувств. Кому это нужно? Людям нужно. Но в чём смысл? Воспитании человеческого, человеческих чувств, отношений, мыслей, чтобы люди не скотели. Это цель искусства, чтобы люди не скотели. И мне кажется, что то, что пишет Козинцев, это в первую очередь сегодня применимо к документальному кино, потому что его основная цель — это не развлекать, а воспитывать. Но воспитывать не как строгая учительница, назидательно, по-умному, по-строгому, а как добрый товарищ, и делать это подсознательно и неосознанно. И так же кино документально является отражением того, что происходит в нашей стране, чем люди живут, какой есть прогресс в культуре, в науке, в искусстве и так далее, что делает руководство страны для развития. Но, если говорить честно, являясь отражением страны, наше документальное кино прекращает существовать. Оно практически вымирает как вид искусства. В 90-е годы произошла вообще девальвация понятия, что такое документальное кино. Моё поколение, мне 29 лет, я родилась в 90-м году, если спросить среднестатистического человека моего возраста, он скажет, что документальное кино — это то, что показывают на телевидении сегодня. Но это же неправда. На телевидении у нас показывают не документальные фильмы, у нас показывают телевизионные передачи. И не всегда высокого качества. В основном это ток-шоу, ещё что-то. Это не документальные фильмы. Документальные фильмы — это то, что отражает нашу историю. Например, вот прошёл чемпионат мира. Мы столько усилий, как страна, вложили в это, и ваши усилия, ваши идеи. Но что останется после этого? Да, останутся стадионы и страницы в Википедии. Ну вот, если посмотреть на ситуацию так. Или сейчас строится космодром. Я могу много примеров привести, что происходит в стране, но документального кино, которое будет жить, а документальное кино, оно не имеет срока годности, потому что документальные картины, когда они производятся, они интересны и в день производства, и через 10 лет, и ещё становятся как хорошее вино, только лучше. Но сегодня документального кино, качественного в России, не производится. Мы находимся в Абгике, и я соглашусь, здесь есть все условия — камеры, монтажные, цветокоррекция. Наши мастера ждут от нас фильмов и хотят, чтобы мы их снимали. Но когда мы выходим за стены в Гика, мы сталкиваемся с тем, что профессия не мастребована, потому что мы не учились создавать ток-шоу, где все кричат. Мы не учились создавать контент для Ютьюба, но и, в принципе, мне кажется, это странно, если человек отучился ещё и на бесплатном 5 лет в Абгике, а потом он вынужден создавать контент для Ютьюба. Получается, государство 5 лет за него платило, чтобы он создавал ролики. Или кто-то идёт в рекламу, кто-то идёт в педагогику, но по факту молодых режиссёров-документалистов, которые бы создавали масштабные полотна, которые отражают развитие нашей страны, их не производится. Я бы хотела привести свой пример, но он уникальный. Мне повезло, повезло двум моим одногруппницам также. После выпуска из Гика Сергей Валентинович Мирошниченко вместе с компанией «В Гик. Дебют» взвалил на себя наш первый дебютный фильм, что стоило ему неимоверных усилий, за что я ему бесконечно благодарна. И я должна сказать, что фильм получился. Он был отмечен, за что я вам благодарна, Владимир Владимирович, премии президента для молодых деятелей культуры. Я считаю, что это показывает, что у фильма был определённый художественный уровень, он был востребован. Также это подтверждается тем, что картина получила более 40 международных призов, была показана у нас в стране более чем на трёх телеканалах за прошедшие пять лет, и была показана более в 15 странах мира. Это подтверждает, что молодые документалисты способны делать качественные документальные фильмы, которые могут соперничать на международном уровне. И это подтверждает также, что у зрителей есть сегодня в России интерес к документальному кино, что это не какой-то вымирающий динозавр, которого мы искусственно пытаемся во ВГИКе поддерживать, выпуская по 20 режиссёров-документалистов в год. Также это подтверждает моя вторая картина. Но я хочу говорить о том, что я счастливый случай, мне повезло. Но каждый год ВГИК выпускает 20-25 режиссёров-документалистов, которые потом расходятся в никуда, потому что студий документального кино на данный момент не существует. Существуют какие-то маленькие одиночки. Если кому-то очень повезло, то, наверное, он найдёт свою дорогу. Но это исключение из правил, к сожалению. И, в принципе, я считаю, что мастера в ВГИКе, их функция научить и, может быть, помочь дальше, как кураторы на первом фильме, но это не их функция потом тащить студентов из картины в картину. Должна быть некая система. И я считаю, что для документалистов должна быть создана отдельная студия для молодых документалистов. И студия не как фикция, где мы просто будем производить фильмы ради производства, а студия, которая будет ответственна за производство от разработки идеи до доведения контента до зрителя. Потому что снять документальный фильм сегодня мало, его ещё нужно попробовать показать. Наше телевидение не готово к показу документальных картин у нас, если посмотреть сетку и отдать себе отчёт в этом здраво. У нас документальные фильмы показываются после 12 часов ночи. И я искренне не понимаю, почему так происходит, несмотря на то, что это интересное, востребованное зрителям производство. И подобная студия должна иметь все циклы производства, производить документальные фильмы от масштабных тем, например, которые я уже называла, чемпионат мира, космодром и так далее, до каких-то менее глобальных, на первый взгляд, тем, как, например, престиж работы простого человека на Земле и так далее, чтобы мы вообще увидели, что в стране происходит, чем она живёт, чем живут люди. И я, на самом деле, прося об этой студии, прошу не только для молодых, не для себя, а прошу для страны, потому что я хочу, чтобы не скатили. Спасибо. Это отдельный, конечно, большой вопрос. Нужно, чтобы он был проработан. Надо понять, как это может быть организовано, на какой базе, и, конечно, сколько это будет стоить найти источники. Я думаю, что это можно сделать, и даже целесообразно. И дело, конечно, и в тех людях, которые заканчивают это замечательное учебное заведение, а потом, как Вы сказали, уходят никуда. Дело даже не в этом, хотя это очень важно. Дело в том, что, по сути, Вы сейчас сказали, а именно, вот это такая документалистика того, что происходит в стране, открытие для миллионов людей важнейших этапов развития страны, открытие для мира того, что у нас происходит, вот вашим языком, не игрового кино – это важная вещь. Согласен полностью. Я, честно говоря, впервые слышу, что такая проблема такая остро стоит. Мы подумаем. Владимир Владимирович. Можно я добавлю одно слово? Конечно. Если что-то делать в этом направлении, мне искренне кажется важным делать это не через 5 лет, не через 2, не через 10, а прямо сейчас, потому что люди, вот, например, Сергей Мирошниченко, который здесь сидит, педагог ВГИКа, Лисакович и другие, кто преподает во ВГИКе, они как уже, ну, они в красной книге, у нас их мало, у нас их мало, и они должны передать кому-то и сопроводить вот эти первые дебюты как кураторы, чтобы это всё не вымерло и нить вообще не прервалась в нашей отечественной документалистике. Я бы хотела сказать, что мы много говорим об анимации, об игровом кино, но первый «Оскар» в нашей стране вообще получил документалист Капалин, который преподавал во ВГИКе «Разгром фашистских войск под Москвой». Или, например, первая «Эмми» у нас в стране была получена документалистом тоже. У нас великая школа, нам не надо здесь гнаться за Голливудом, что-то доказывать, у нас свои прекрасные традиции. И главное сейчас не пропустить момент. Никто не сказал, что это должно быть через 10-15 лет. Конечно, это должно быть сейчас, но это должно быть всё-таки проработано и подготовлено. Нельзя принять решение, к сожалению, при всём, кому уважение, основываясь только на том, что Вы так убедительно и эмоционально нам рассказали, мне во всяком случае, но проработать надо сейчас и как можно быстрее запустить. Я согласен. Спасибо большое. Вам спасибо. Вадим Иванович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, друзья и коллеги, значит, я постараюсь быть кратким, и наверняка это получится, потому что, простите, то, о чём скажу, всем хорошо известно, и Вам, Владимир Владимирович, мы об этом неоднократно говорили на разного рода встречах, говорил об этом и ректор ВГИКа, и педагоги, так сказать, везде высказывались. Речь идёт вот о чём. Обращаю внимание, что вот всё, о чём мы сейчас говорили, это всё равно так или иначе, дорогие друзья, надстройка, над неким базисом, над неким фундаментом. И я хочу об этом фундаменте сказать по Вашему же поручению. Вот обращаю внимание, ведь очень тревожную вещь сказал Владимир Ростиславович. По поводу дебютов, по поводу количества заявок, из 17 заявок выбрано 3. И я знаю, что это так. Я сам вхожу в эксперт по этим самым дебютам. Состояние там крайне сложно, вот так скажем. Чтобы не сказать точнее, крайне сложно. Почему это происходит? Это происходит потому, что фундамент, о котором я хочу сказать, он нуждается в каком-то изменении, в каком-то переформатировании. Потому что, повторяю, это фундамент. Речь идёт вот о чём. Почему слабые заявки? Потому что плохие ребята? Нет. Потому что они молоды. Они катастрофически молоды. В ГИК и все творческие вузы катастрофически помолодели, если так можно вообще говорить. Но здесь та аудитория, которая понимает, о чём я говорю. Я не хочу сказать детский сад, но самым идеальным абитуриентом для поступления сейчас в вузы является вчерашний школьник. И это очень хорошо. И пусть он поступает, и к нам он поступает, и мы их любим, мы их приголубили, и готовим из них специалистов. Но дело заключается в том, что вот этот идеальный абитуриент, он поступает в 17-18 лет. Он поступает, этот абитуриент, на смыслообразующие специальности. Подчёркиваю. Смыслообразующие специальности. Они формулируют смыслы. Им 17-18 лет. Что они мне, как зрителю, могут сказать? Ясное дело, речь идёт о режиссёрах и сценаристах. То же самое происходит в литературном институте. Так сказать, помолодели будущие писатели. На журфаке, в театральных вузах. И педагоги, в первую очередь, педагоги и мастера это почувствовали. И вот уже лет 17, не меньше, встречаясь по разным поводам, в своё время это даже как-то было организовано, этушь был как бы во главе всего этого дела, писались письма, подписанные мэтрами, педагогами, говорящие, в которых вот говорилось об этой самой проблеме. Работали, так сказать, как-то векторно. Вот я долгие годы занимался с Думой по этому поводу. И где бы об этом ни говорилось, все кивали головами, обещали что-то сделать, и ничего не происходило. Хотя люди везде понимают, что действительно это проблема. И Кобзон, и Говорухин говорили, да, что что-то надо сделать. Ничего в итоге не было сделано по той простой причине, что это касается законодательства. А нынешнее законодательство таково, что оно приводит, я бы сказал, к такому насильственному инфантилизму. Почему? Принимать человека в 17-18 лет на смыслы образующей специальности, мне кажется, это непростительная роскошь, как минимум. А вообще говоря, это приводит к инфантилизации всего того, что мы видим на экранах, сейчас здесь в учебных заведениях, на сценических площадках, а потом на экранах кинотеатра, а потом в итоге на экранах телевизора. Почему это происходит? А что может сказать молодой человек? Что он вынужден, в лучшем случае, это будет талантливо, а такие дети есть, и слава богу, он талантливо расскажет о своих каких-то первых чувствах, о своих самых первых опытах социализации, дружбы, предательства и так далее, и так далее. И всё. Где эти, кто будет формулировать эти смыслы? Что остаётся делать? Ну как? Ну как каждый нормальный человек сказать своё, если не может, он начинает копировать кого-то, и идёт бесконечное вот это копирование. Вот что происходит со смысловым, так сказать, содержательной стороной делать. И именно поэтому, именно поэтому министр говорит, на самом деле, самую важную вещь касательно дебютов. Касательно дебютов. Владимир Владимирович, понятно, нам все везде говорят, это невозможно сделать, но невозможно сделать, потому что это закон, внедряться туда, это долго. Речь идёт о том... Значит, вот я учился, это была последняя мастерская Рома Кулиджанова. У нас было 20 человек. Вчерашних, вчерашних школьников, там было два человека. И то это был сын Марлен Мартынович Куцеева, и родственник ближайший Сергей Александрович Соловьева. В основном, я поступал, мне было 25 лет. И я думал, я здоровый дядька, ну что же я там буду самому старше. Ничего подобного. Я оказался где-то в центре вот этой самой возрастной шкалы. И так всегда и было. На режиссуру, на драматургию брали людей, ну, так сказать, там, в возрасте, молодых, но всё-таки это было 25-30 лет. Обычно это люди, которые, так сказать, замараны предыдущим высшим образованием. И нынешнее законодательство требует платы за образование. А плата чудовищная, Владимир Владимирович, чудовищная. 470 тысяч рублей в год. Это у кого же такие есть деньги? Посмотри, я смотрю на Шукшина, это же отпал бы человек. Отпал бы, он выпал бы из кинематографа и, уверен, из литературы. Он не мог бы себе позволить учиться в институте. У кого есть такие деньги? 470 тысяч. Но нам ещё грозят, что цены эти будут подниматься. А получается, вроде так, со стороны, что это в ГИК взвинчивые цены. А это далеко не так. Мы пытаемся каким-то образом, ну, так сказать, уменьшить там нагрузку. В общем, что-то делаем такое, чтобы это было, по сути, меньше. Вы знаете, творчество такое дело, говорю, тривиальность, извините. Такое дело, что требует полной отдачи. Так вот, у меня вот сейчас 20 человек, второй курс. И это уже не в первой мастерской. Все ребята, все, бюджетники или нет, подрабатывают. Приходят на утро, я смотрю с красными глазами, что такое. Ночью подрабатывал, подрабатывал ночью. Кто официантом, кто как. Все подрабатывают. Особенно, повторяя, те, которые вынуждены платить за свои места. Так вот, я понимаю, иллюзий никаких нет. Хотя бы понимаю, потому что уж очень долго об этом говорится. И ничего, в общем, не происходит, кроме одного момента, о котором скажу сейчас. Понимаю сложности. Мы все понимаем, что невозможно, так сказать, значит, в какой-то момент изменить законодательство. Но было бы на самом деле гениально, если бы, хорошо, там, второе, ладно, второе высшее образование платно. За исключением концептообразующих, смыслообразующих специальностей. Режиссура, драматургия, писательское дело, композиция, дирижирование. Потому что это смысл образующих специальностей. Пока суть до дела. Если в этом направо... Это очень сложная задача. Но, Владимир Владимирович, это вам под силу. Только вы можете это сделать. Только вы можете это сделать. Если вникнуть в эту проблему. Смыслообразующие, это означает про смысл жизни, куда идем и кого воспитываем. Значит, пока суть до дела, может быть, увеличит. Замечательно, что появились гранты. Но их мало, Владимир Владимирович. У меня 20 человек, один грант. Один грант. Единственный человек с бывшим высшим образованием. Если бы это было как-то соизмеримо с 10 человек с этим самым проклятым предыдущим высшим образованием, картина была бы совершенно другая. Совершенно другая. Если в ближайший год-два вот это дело изменить, я уверен, через 3-4 года изменилась бы содержательная часть отечественного кино. Я повторю то, о чем мы говорили неоднократно, но я вынужден об этом говорить, потому что мы все четче и четче, острее и острее, все педагоги чувствуем эту самую проблему. Спасибо. А можно немножко добавить по этому поводу? Я хочу возразить как раз, потому что я сам поступил в 17 лет во ВГИК и закончил его. И мне кажется, проблема не в том, что поступают школьники, окончившие школу. И я думаю, что как раз, учитывая тот, кто ходит в кинотеатры и смотрит интернет, как раз их опыт, и как они, какими глазами смотрят на мир, это интересно. Потому что мы не должны так, что если тебе не 25, ты уже не можешь быть режиссером. Это абсолютно неправильно. Другое дело, что нет баланса. Действительно, тут я согласен, что когда поступают со вторым высшим образованием больше лет, и они вынуждены платить и так далее, и так далее, это, конечно, вот сочетание режиссерской или сценарной, любой другой мастерской, когда есть и школьники, и бывшие, я имею в виду, и опытные люди, конечно, это так. Потому что сейчас, у меня уже третий набор, 90% это люди, которые закончили школу. Но, повторяю, не потому что я инфантилен или что-то, но мне очень интересно с ними. Да, они наивны, да, они в чем-то не понимают, но их взгляд на эту жизнь, он тоже очень нужен нам. Нам, прежде всего, более взрослым. И поэтому, конечно, они наберутся опыта, куда они денутся. Давайте их научим. Вот, кстати, сегодня об этом вообще не говорили. Мы все говорим о том, что уже вот они вышли, вот уже дебют. А вообще, как мы их учим? Как находить эти таланты, которые затем будут делать шедевры? Учить, мне кажется, все равно надо, прежде всего, ремесло. И у меня вот такое есть предложение, я знаю по студии нашей, ну, поручить, например, студиям, лидерам, проводить в обязательном порядке, брать на практику, на съемочные процессы, которые снимают уже серьезные фильмы. Но не в качестве людей, которые стоят и смотрят, как происходит процесс, а чтобы они действительно участвовали, работали. Это очень важно. Очень важно, потому что главная наша проблема, что им не хватает вот этого знания ремесла. Если есть талант, он никуда не денется. А вот как делать кино, как почувствовать это, это очень важно. Второе, Владимир Ростиславович, вот мы говорим про дебюты, и да, даем деньги, и спасибо огромное, но, вы говорите, 3 из 17, ну, там же было ограничение до 30 лет. Мне кажется, это неправильно. Дебютант может быть, если уж мы говорим об опыте жизни, то могут быть и за 30, давайте это ограничение снимем. Ну, хотя бы там, не знаю, до 40 сделаем. Потому что вот был смешной случай, был интересный сценарий там один, но ему там 30 с половиной оказалось. И, значит, это прогорело. И, второе, дебют можно сделать за эти деньги, хотя они не такие большие, уверяю вас, с точки зрения современного кинопроизводства, но ведь, сделав даже талантливый любой фильм, его же надо еще попасть, чтобы он попал в кинотеатре. Ладно, продюсер поверил дебютанта, а вот кинопрокатчики поверить в дебютанта, это практически невозможно. И здесь, ну, хоть какая-то нужна поддержка, я знаю просто, мы занимаемся дебютами полнометражными, нужна поддержка в прокате. Финансовая. Почему надо соединять коммерцию и дебют? Дебютант имеет право делать кино, которое там... Нет, ради бога, это может быть авторское кино с фестивальными успехами, но все равно все дебютанты, уверяю тебя, они хотят, чтобы их фильм показали в кинотеатре. И если для этого есть потенциал, конечно, потенциал должен быть, то, ну, первое, что говорят все кинопрокатчики, а у вас есть ли деньги на то, чтобы мы продвигали вашу картину? А их нету, конечно, потому что это отдельное... Когда фильм хороший, никто не говорит. Владимир Владимирович, фильм хороший, это понятие с точки зрения прокатчиков довольно относительное. Бывает и хороший, это совпадает, но не всегда. Но это я высказываю свое мнение. Мне кажется, что поддержка дебютанта в прокате должна быть. Это обязательно. И последнее, вот то, что говорилось о студии документальных фильмов для молодых. Несколько лет назад поднимался не раз этот вопрос. Мне кажется, это назрело. И в ГИК мог быть частью этого. Это некий федеральный центр дебютного кино, который включил бы в себя и киностудию, и учебное заведение, и продюсерский центр. Вот без этого в целом там должно быть и документальное, и игровое, и анимационное кино. Но вот такой федеральный центр, который бы объединил все усилия, мне кажется, он необходим. Позвольте мне, меня поражал всегда уровень компетенции Владимира Владимировича на этих своих совещаниях, когда он вникает в эти все вопросы. Но тут мне все равно кажется, главное не перегрузить чуть-чуть этот объем информации. Поэтому я считаю, вот тот вопрос, который я хочу огласить, реально, коротко, он реальный, практически, и тема свежая. С форумом, да, с Тавридой. Это все связано с вот этим замечательным движением Тавриды, с созданием там... Можно я сейчас просто отвечу на предыдущую тему? Извините, пожалуйста. Значит, по поводу второго вышива бесплатно. Я услышал, что вы сказали, да? Значит, мы этот вопрос решим. Решим его или путем увеличения количества грантов, существенного увеличения, или снятием этих ограничений по второму вышиву бесплатно. То, может быть, есть опасения в правительстве, что стоит открыть эту форточку только для одной отрасли, сразу по всем остальным отраслям будет то же самое, включая образование, здравоохранение и так далее, и так далее. Но я не могу с вами не согласиться в том, что вот по некоторым направлениям, вот такие, которые вы сейчас обозначили, имеются в виду, там, эжесура, там, не знаю, драматургия, конечно, это все-таки особая вещь. Поэтому нельзя подходить общей меркой. Здесь я с вами... Либо так, либо так, но я этот вопрос решаю. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Мой вопрос достаточно свежий и практический. И он, в общем, коррелируется со всеми вопросами, которые здесь поднимались. В ГИК вот с 15-го уже года активно очень участвует в молодежном форуме в Тавриде. Вот, со своими программами. Практически все присутствующие здесь педагоги были там, занимались молодежью. Само по себе это явление замечательное совершенно, потому что там есть определенная свобода, стихия и свежесть, и обновление. Это уже, по-моему, пятый год идет. Я сам на первом же был в форуме, и я помню это замечательное ощущение, потому что туда съезжаются, ну, это всероссийский форум. И это замечательно видеть этих ребят, эту энергетику и так далее, и тому подобное. Сейчас появилась свежая и очень конструктивная струя. В прошлом году было принято решение, что должен быть, во-первых, постоянное место, и в этом году это уже и в Судаке выделено место, где этот форум будет происходить постоянно. Более того, там будет создан некий кластер такой. Это вообще правильно, потому что, например, в этом году в ГИКу пришлось, поскольку программа была активная, аппаратуру с собой вести, в общем, все это получилось достаточно громоздко. Сейчас, поскольку создается этот кластер, и пока не поздно, есть возможность в проектном задании поправить, а я по первому образованию архитектор, и понимаю, что сейчас это возможно. Сейчас пока ведется проектирование, образование этого комплекса, и ГИК заинтересован в продолжении вот этого общения, чтобы в этот проект несли изменения для того, чтобы создать там павильоны, то есть превратить это в определенную съемочную базу. Во-первых, это облегчит нашу студию, потому что наша студия задыхается под объем работ, который возникает. Плюс это Крым, плюс это фантастическая фактура, фантастическая натура, и это еще возможность дебютантам дебютировать, и причем благоприятных обстоятельств, то есть не тащить с собой аппаратуру и так далее, и тому подобное. То есть, если в этот проект будут внесены изменения, а пока это не поздно, и было бы совершенно замечательно. И это работает на все, о чем мы здесь говорили, включая документальную программу. Если это тщательно продумать, и реализовать, и будет создана вот такая студия, которая была бы под покровительством, условно говоря, в ГИКа, во всяком случае при активнейшем участии, и каким-то филиалом, и какой-то базой, то это было бы абсолютно точно свежая струя, и замечательное плечо, и опора для дебютантов. Будь им 25 лет, 40 лет, ну это, ну мы все знаем, сколько в Крыму снималось замечательных фильмов. Это и стимул, вот, и место съемок, и перспектива в этом есть. Поэтому вот эта тема свежая, новая, и мне кажется, реализуемая. Я бы хотел, и вот здесь требуется как раз, потому что все, о чем говорилось, были поручения или еще что-нибудь по этой теме, пока поручений не было. Вот хорошо, если бы оно появилось. Значит, если бы не было поручений, не было бы центра, потому что не было бы финансирования. Финансирование появилось только по моему указанию. То, что вы сейчас сказали, наверное, целесообразно, даже наверняка целесообразно. Вопрос, конечно, в удорожании этого проекта. Это уже не просто коробка строения, какое-то оборудование и прочее, но в целом, конечно, это, видимо, идея хорошая. Давайте мы проработаем и посмотрим, что можно сделать. Если бы там же есть еще идея, извините, там есть еще идея о возрождении Ялковской киностудии. Но здесь, я согласен, иногда вот на голом месте, то, может быть, на свежем, на зеленом поле лучше. Шанс замечательный совершенно, совершенно замечательный, шанс укрепить. Все то, о чем мы говорим, причем это включить можно все абсолютно выходные. Хорошо, посмотрите, обязательно. Если позволите, два слова, Владимир Владимирович, поскольку микрофон включен, чтобы в два раза не вставать. Значит, у меня два коротких соображения. Одно из них связано с неигровым кино, о котором вот София здесь говорила, и о возрождении ЦСДФ, которое было благополучно погублено когда-то. Я хочу заострить ваше внимание на том, что у нас совершенно убита колоссальная составляющая кинематографа с колоссальным экономическим потенциалом. Это научно-популярное кино. У нас была феноменальная студия, в свое время она прекрасно работала, были замечательные мастера. Сейчас мы кормимся продукцией BBC, National Geographic, их можно посмотреть и понять, какой колоссальный объем финансов уходит из наших рук. Мне кажется, что если будет возрождаться студия, ее надо было называть неигрового кино, то там обязательно нужно развивать оба направления, и документальное, и научно-популярное. Это то, что касается отрасли в целом, то, о чем мы сегодня много говорим. Но я хочу вернуться к нашим в ГИКовским проблемам. Я знаю, что то, что я сейчас скажу, это выражение чаяний практически всех наших мастеров, потому что мы все подписались под неким обращением по одному крайне важному для нас вопросу, и который с тревогой, так сказать, мы ждем его разрешения. Дело в том, что в ГИК за последние полтора, где-то десятилетия резко рванул вверх, в смысле своего развития, повышения своего авторитета, качества обучения и так далее, при всех наших проблемах, которые остаются. Но вот мы все с тревогой ждем 11 ноября, когда нашему ректору исполнится 70 лет, и согласно существующему законодательству, он должен нас покинуть, что абсолютно противоречит всякому здравомыслию. Все мастера нашего института, мы все люди, носители, так сказать, тех культурных традиций, которые заложили у нас отцы и основатели, все мастера подписались, насколько я знаю, под этим обращением. Но поскольку самый надежный способ решения задачи это подключение президента, мы это знаем, то я, надеюсь, выражая общее мнение наших мастеров, прошу вас, Владимир Владимирович, поддержать нас в этом нашем желании, сохранить нашего ректора, потому что мы люди одной крови, как говорится, и хотим продолжить работу с нашим товарищем. Вот, собственно. Да, извини, Владимир Сергеевич. Да, не переживайте. А там по закону, да, до 70? Или до 75? До 70. До 70? Вообще до 65. Вот. Сейчас готовятся поправки до 70. Посмотрите, какой он свежий у нас. Вот. Ну, вы сказали, что это противоречит всякому здравому смыслу. Я думаю, что всякому все-таки не противоречит. Когда принимался этот закон, он принимался, ну, с ясным осознанием того, что нужно, чтобы была возможность расти по службе людям, которые такого возраста ещё не достигали. Но, наверное, существуют там какие-то исключения. Там, если это в законе прописано, придётся вносить меня в закон. Вы знаете, как я хорошо отношусь к Владимир Сергеевичу. Он был… Он участвовал в избирательной кампании даже с 2019 года. Я ему за это очень благодарен. Ну, давайте мы подумаем. Но это что будет означать? Это будет означать изменение закона в персональном порядке. Нам ИО назначают иногда. ИО, по-моему, там его… Я не знаю, там есть ли такая… Владимир Владимирович, я доложу вам ситуацию. Какие могут быть механизмы? Я готов отдельно доложить. Прямо сейчас скажите. Прямо сейчас, после 65 лет, ректор не может идти на новые выборы на пятилетний срок, может пролонгироваться из года в год решением министра, как исполняющий обязанности ректора, либо перейти на должность президента. Ну, это понятно. А до какого возраста пролонгироваться? Пролонгироваться он может бесконечно. А, вот так. Да. Да. Владимир Петрович, вопрос решу. Спасибо. Владимир Владимирович, можно один вопрос? Я не профессор ВГИКа, но присоединяюсь к этому пожеланию, потому что, по-моему, Владимир Сергеевич идеальный просто ректор для ВГИКа, и под его руководством ВГИК просто стал лидером. Так все уже решили. Но хочется посочувствовать решение. Я бы хотел говорить о мультипликации, об анимации. Я сам этому отдал много лет. И хотел бы сказать об одной, я считаю, важной детали, которая упущена из обсуждения, часто уходит из обсуждения. Несмотря на то, что мы на самом деле очень сильно рванули с мультипликацией, с анимацией, я думаю, что это просто бешеный бум, можно сказать, сейчас. То, что происходит в нашей индустрии анимационной. Мы делаем успехи не только здесь, но и за границей. У нас множество продаж за рубеж, картины, сериалов. А у нас многомиллиардные просмотры в Ютубе. Конечно, это очень радует. На самом деле, говорят, что это одна из таких хороших статей дохода государства после нефти. Ну, там ещё что-то. В общем, я хотел сказать, что на фоне этого грандиозного успеха есть художники, которые ущемлены, скажем так, в этом вопросе, потому что люди, которые отдают себя в полной мере искусству, те, кто занимается честно созданием смыслов, те, кто не претендует на большие бюджеты и прочее, они как-то, в общем, оказываются вне внимания продюсеров. Вообще сейчас продюсерское кино, к сожалению, не используя таланты, опыты, знания, которые художник приобретает здесь, в Агике, в общем-то, использовать его в своих, скажем так, целях. А творческая часть его и его собственные идеи, они как-то не очень востребованы. Часто художники вынуждены просто идти работать, потому что не на что содержать семью, потому что анимационное авторское кино не очень-то приносит много доходов, но, тем не менее, в общем, люди верны этому, несмотря на эти маленькие доходы, всё равно работают. Кто-то не выдерживает и ходит в индустрию. Ну, можно я продолжу по бумажке? Важно, что сегодня авторский кинематограф с его высоким эстетическим художественным, нравственным, воспитательным потенциалом жив. Есть традиции отечественной мультипликационной школы, сформированные в 50-70-х годах XX века. И, слава богу, живы носители этих традиций, и некоторые из них преподают в Агике. Есть энтузиасты, и, как правило, они работают в краткомедражном формате. О праве этих людей на творчество, на особую поддержку государства мы говорим уже много лет. К сожалению, главным критерием успеха сейчас становится кассовый результат. Как помочь художникам, кто занят разработкой сложных тем, занят формулированным киноязыка, а не кассовым потенциалом фильма? В этот вопрос нужны какие-то особые инструменты поддержки авторского кино. Владимир Владимирович, Вы давно регулярно помогаете российской анимации крепко встать на ноги. Спасибо за это. Я хотел бы сказать о поручении, которое Вы дали в феврале этого года Фонду кино и Министерству культуры о целевой финансовой поддержке уникальных авторских национальных фильмов, ведущих режиссеров-аниматоров. Это очень воодушевило наших моих коллег. Это как раз то, о чем мы давно говорим. Единственное, о чем мы опасаемся, чтобы суть этого поручения не была выхолощена при его реализации. Пока все склоняется к тому, что уникальная авторская анимация будет получать господдержку на тех же условиях, что и коммерческая. При этом, по непонятным причинам, вопрос о поддержке производства короткометражной авторской анимации и поддержке ее в прокате даже не ставится. На самом деле, Юрий Борисович Наштейн, который долго готовит свой проект «Шинель», все знают об этом, и не надо об этом рассказывать. На самом деле, для него это была уникальная возможность и шанс, чтобы вот сейчас взять и завершить этот проект. Но он вынужден отказаться, потому что правила, по которым приказам Фонда кино объявлены, его не устраивают. Он не сможет работать по этим правилам. К сожалению, к большому сожалению. Я думаю, что важно, чтобы правила тоже менялись. Важно, чтобы Фонд кино совместно с Минкультом нашел ясную, четкую позицию, направленную на сохранение особого отношения к уникальности авторского замысла и его воплощения. Только при таком подходе успешный авторский фильм станет явлением культуры, я думаю, мировой культуры и духовно обокатит широкую аудиторию зрителей. Только так мы сохраним отечественную школу анимации и ее лучшие традиции. Мы почти перестали говорить о кино как искусстве. Надо брать пример Уфгика, здесь к этому относятся с придыханием. Спасибо за внимание. Только чтобы можно было что-то сделать, я должен понять, о чем идет речь. Вы сказали о правилах, которые мешают. Какие правила? Это то же самое, что и с дебютным. Сохраняется необходимость возвратности денег. 70% государства, 30% автор должен найти, но Норштейн должен бегать искать 30%. То есть это на самом деле разделение… Сколько денег-то всего этого? Миллиард выделен. Просто условия… Если эти условия поменять, это потребует дополнительных Нет, это не потребует дополнительных. Не потребует? Просто это потребует изменения самих условий предоставления на такие особые, уникальные авторские проекты. Они не должны обременяться. Должна быть 100% государственная поддержка этих мастеров. А почему не поменять-то? Ну, вот это на самом деле нужно сделать… У вас возражения есть по поводу того, чтобы поменять эти проекты? Я вообще не понимаю, почему этот вопрос нельзя решить в рабочем порядке. Честно говоря. Ну, если бы можно было и решили, то, видимо, не получилось. Министерство поддерживает авторскую анимацию в существенных объёмах. Если мне память не изменяет, 250 или 270 тысяч рублей за одну минуту авторской анимации, авторские компании приходят в министерство и соответствующую поддержку получают. Фонд кино поддерживает коммерческую анимацию, успешную анимацию. И успешно её поддерживает. И здесь присутствуют режиссёры, которые с ней работают. Если надо создать отдельный закон для отдельного автора, я с этим не согласен. Спасибо. Да нет, дело же не в отдельном авторе. Ну, не надо сердиться друг на друга. Значит, о чём коллега говорит? О том, что вот даже признанные мастера не могут воспользоваться этими условиями. Вот о чём речь. И вопрос, как ставится? Может быть, поменять эти правила? Я в этой связи спрашиваю, нужны ли дополнительные средства для этого? Нет. Но логика, видимо, заключалась в том, чтобы побуждать компании к ответственному отношению за конечный продукт. Но он не появляется, конечный продукт при таких правилах. Давайте их просто поменяем и всё. Ладно? Маленький, да. Здесь вообще просто идёт разговор об индустриальном кино и кино как искусство. И здесь неважно, это анимация или это художественный фильм. Просто должны быть разные условия. Если мы хотим, чтобы появилась новая золотая коллекция российского кино, значит, нужно особые правила для тех, кто в состоянии его сделать. Такие мастера у нас есть. Ну, надо просто поменять эти правила, потому что мы никогда с вами заранее не скажем, будет это совсем авторское никому не нужное или авторское, которое будет смотреть с восторгом миллиона. Вот в чём всё дело. Вот поэтому надо просто поменять, делать их более либеральными. Это тот случай, когда либерализм уместен. Я только что уточнил, Владимир Владимирович, вы не владеете темой. Уже сейчас авторская анимация поддерживается фондом кино в размере до 100%. Официальное решение Совета фонда будет принято завтра, уже в протоколе. Прошу прощения, я бы хотел и попросить тоже от нас, документалистов. Вы знаете, Владимир Владимирович, я могу вам сказать, как пример повести, что происходит с тем, что у нас с обучением. Вот, допустим, вы представьте, что в ведомство Нарышкино, там учатся люди. Я сам там учился. Да. Они знают Фауста, Гёте наизусть на немецком языке. Не все. Ну, не все, но лучшие представители этого, да. Они знают географию, знают историю и так далее. И вот готовят этих специалистов. И потом, когда заканчивается, а им говорят, вы знаете, а вы пойдете в ГИБДД работать. И вот вам по палке и крутите. Потому что у нас, знаете, вот мы готовим художников документального кино. Те, которые создают кинообраз. Раньше это были киностудии. Раньше тогда, теперь мы должны идти на площадку телевидения, где готовят журналистов. И наши ребята просто не представляют, что там делать. Они не готовы бегать. Вот вы не обижайтесь, но вокруг бегать вас и пытаться пристроиться к вам, да. Они не... Ну, пропиарить себя они в основном за счет вас. Простите, но это так и есть. И они не готовы. Они готовы создать образ. Образ человека, образ государства. Но им надо дать какую-то возможность. Я боюсь, что вот если бы Дзига Вертов жив был, он бы пришел в Министерство культуры, и там надо бы его попросили справку о эфире на телевидении. Ну, хорошо, у меня есть как бы возможность получить эту справку, да. Но вот у Сони, например, у нее уже эту справку получить не будет. А уж Дзиги Вертова точно не будет. Значит, арт-проект не будет существовать. Значит, не будут тех художников, которые продвигают искусство. Мы должны... Вот у меня обращаюсь. Это сделал ли внутри Министерства правильная в свое время вещь какую-то, но эта справка не должна быть главным допускающим до получения гранта моментом. Это глобальная ошибка. Есть Минпечати, там можно получать. Здесь нужно искусство поддерживать. Вот искусство, а документальное кино, правда, есть великое искусство, и оно необходимо нам. Я поддерживаю еще и Софию, она очень так грамотно и продуманно, приятно, что она так сказала. И, пожалуйста, не надо смешивать все виды, игровое, анимационное. Помогите нам с документальным и научно-популярным кино. Не надо нам... Вот у всех все есть, поверьте. Есть анимация, есть игровое кино. Все у всех есть. У нас ничего нет. Это правда. Это правда. Спасибо. Так все-таки, то, что София говорила, я на это ответил. Вот я хотел бы также отреагировать на то, что вы сейчас говорили, только я никак не могу уловить, что нужно-то. Нужно две вещи. Первое, отменить нам в Министерстве культуры некое внутреннее распоряжение о том, что мы должны принести справку из телевидения, чтобы получить грант. Это странно, правда. То есть, это требует... Я первый раз слышал об этом даже. Ну, я тоже недавно стал так, как появилось это распоряжение. Что телевидение обязуется показывать? Да, обязуется показать. И будет создан? Да. Он создан и обязуется показать. Это ведет, ну, честно, к не очень хорошим делам. Потому что справки получают, конечно, но они эффективные. Никто показывать плохой продукт не будет. Вот. И второе, если мы создадим какой-то центр, куда войдет спортивное кино, фильмы о природе, редакции, мы сможем создавать большие проекты. И тогда надо будет сделать что-то по типу фонда кино, как игрового, так же документального, и средства давать редакции. Только не мне, пожалуйста, я не буду там. Я помогу. Все думают, что он хочет там чего-то. Нет, молодым они будут продвигать. Будут там опытные люди, помогут. Но давайте это сделаем, иначе погибнет великое наше документальное кино. И будет, что они все в ГИБДД будут. Да, я уже, Софья, когда отвечал, сказал, что мы обязательно с этим поработаем. Спасибо вам большое. Будем искать решение. Спасибо вам. Что касается справок по поводу того, что фильм обязательно должен быть показан на телевидении, что есть такое правило, там требования. Владимир Владимирович, в 2012 году Министерство культуры выдало гранты на 400 документальных фильмов, по-моему, в среднем 700-800 тысяч рублей на грант. При этом, как мы проверили, значит, ни один фильм, ни один вообще, ни разу не был показан нигде. То есть фильмы делались на полку и в Красногорский актив. Это, конечно, великое кино. Значит, мы уточнили эти правила. Сейчас документалисты получают в Министерстве культуры до 8 миллионов рублей на один документальный проект. И до 8. А там 700 тысяч вообще никто не получает. При этом при выходе на конкурс конкурентным преимуществом является, если есть заинтересованность с любого телеканала. Ну, понятно, что если документалист, например, с Северного Кавказа, он приносит с местного телевидения просто письмо о заинтересованности в этом проекте. Не о гарантии показа, а о заинтересованности в проекте. И у него легче победить на конкурсе, потому что тогда это кино видят миллионы зрителей, а не только он сам. Но, судя по всему, это не работает правильно. Потому что справку, как вот Сарьев сказал, можно принести, но это не гарантия того, что это будет показано, тем более в прайм-тайм. Поэтому это слишком формальный подход. Десятки документальных фильмов ежегодно показываются сейчас по центральным каналам, включая первый, второй. Но это не значит, что не из-за справки, а потому что фильм хороший. Мы поэтому так и работаем. Поэтому у меня к вам просьба. Отмените это требование, пожалуйста. Хорошо. Пожалуйста. У меня короткая реплика. Она касается, как мы сейчас немножко ушли в глобальные вопросы за пределами ВГИК и дальнейшие. Это очень важно. А я хотел просто вернуться к вопросу, который мы когда-то обсуждали на одном из комитетов по культуре. Говорили мы об иностранных студентах, о том, что необходимо повысить квоту на их участие и так далее. И вы вот сегодня начинали когда? Извините, я вот ещё хочу министру сказать. Если мы видим, ну вы видите, да, или вот администрация видит, что фильм достоин того, чтобы его показали, а из коммерческих соображений не показали, его нужно просто продвигать. Продвигать надо туда. Да, и вы вот в начале встречи назвали это мягкой силой. А я вот вдруг подумал, когда вы об этом сказали, что вот Сергей Александрович, например, преподавал, у него была казахская мастерская, и выпускники его мастерской создали новую волну казахского кино. И это была уже, я бы не сказал, что мягкая сила, это был прям просто такой мощный культурологический шторм. И в этом смысле, в этом вопросе всё здорово. Единственное, только, насколько я знаю, там готовится постановление о повышении квот. Но дело в том, что эти квоты, ничто без необходимости и без возможности мастеру, который будет набирать эту мастерскую или его подмастерьем, выехать на место и самому провести отбор. И так происходило много лет, это не сейчас выдумано. Другого способа, мне кажется, нет, потому что так часто бывает, что внутри, на местах, в регионах, в республиках и так далее, некоторые люди не решаются или не могут раскрыться в присутствии ненабирающего человека. И в этом смысле это очень эффективная сила, потому что бывало даже случаи, когда какие-то девятиклассники, которые ещё школу не закончили, так нос засунули, им сказали, вот ты по формальному признаку не проходишь, а у него глаза горят и темперамент из него хлещет. И тогда ему говорят, давай, решай свои проблемы с 10-м классом, и мы тебя возьмём. Или возьмём тебя на следующий год. То есть для того, чтобы эта революция или эта мягкая сила, как вы её назвали, случилась, очень важно, чтобы люди из ГИКа, правильные, выполномоченные люди, поехали и самостоятельно набрали людей. Вы у меня спрашиваете разрешение, что-то? Я за. Я не понимаю, в чём проблема. Проблема в том, что сейчас именно конкретно этот нюанс он не учитывается, его важно учитывать. Ну, типа того. Попросим, Владимир Сергеевич, раскошелитесь, пожалуйста, на суточный. Я думаю, что это правильно. Конечно, на месте нужно всё это набирать, конечно. Спасибо вам большое. Я, к сожалению, должен буду завершать нашу встречу. Я пометил для себя, коллеги тоже пометили, не уверен, что вообще всё на 100% и мгновенно удастся сделать, но я вам обещаю, что делать буду. И по очень многим ключевым вопросам мы поработаем, в том числе и вместе с вами. И мне кажется, что встреча была, хоть и посвящена столетию, но она была предельно, предельно такой деловой. И я вам благодарен за то, что меня погрузили в этот очень важный и интересный материал. Ещё раз поздравляю вас с юбилеем ГИКа. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.